Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Владей Английский и я его ведущий Влад. Давайте разбавим наши титанические будни. Сегодня не будем мы смотреть с вами продолжение Титаника, а попробуем чуть-чуть отдохнуть. Я нашел очень увлекательную сцену, точнее YouTube не порекомендовал, да, иногда рекомендации YouTube очень даже хороши. И когда я ее посмотрел, эту коротенькую сцену из известного американского сериала, который называется Brooklyn Nine-Nine, я уверен, что хотя бы пару серий из него вы видели. Просто знаете, давно на моем канале не было ничего из рубрики «Английский нараспев». Да, разобрал я когда-то там еще в 23-м году две песни, и с тех пор никакие музыкальные отрывки мы с вами не смотрели, ничего не разбирали. И с одной стороны это хорошо, потому что мне совсем не хочется, чтобы эта рубрика была основной на канале. Я понимаю, что английский по песням это в большей степени развлечение, но иногда разнообразить серьезный образовательный контент на канале, почему бы и нет. Тем более, что мы сегодня с вами двух зайцев убьем, что по-английски звучит как «to kill two birds with one stone». Мы сегодня и некоторые реплики поразбираем, естественно, обращая внимание на все возможные фонетические и не только нюансы, но и вспомним всем известную песню, а какую песню вы поймете, как только я вам покажу название этой сцены. Давайте, друзья, не будем затягивать. Если вы впервые на этом канале, не забывайте прожать кнопочку «Подписаться», оставьте какой-нибудь комментарий и поставьте лайк под этим видео, потому что это все помогает продвижению моего канала на YouTube. А также в описании есть несколько полезных ссылочек, по которым я крайне вам рекомендую перейти, в том числе и переходите на мою платформу с эксклюзивным контентом, который называется Boosty. Там вы можете, кстати, поддержать меня финансово, за что я вам буду очень-очень сильно благодарен. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий, происходящих вокруг канала «Владей английским». Итак, Brooklyn Nine-Nine. Разбор начинается прямо сейчас. Готовы? Let's get it started, shall we? Сегодня обязательно нужно деть наушники, потому что помимо фонетических нюансов, да кому они интересны, мы будем все-таки слушать песню, хоть и не в самом лучшем исполнении, это так, небольшой спойлер, но я постараюсь немножко ее отавтотюнить, в общем, исправить там, так сказать, тон, чтобы все более-менее хорошо звучало, насколько это возможно. Ну, вы знаете, я тоже не профессионал. Ладно, давайте надеваем уже наушники. Вперед к разбору. Итак, смотрим. Значит, сцена называется «I want it that way». Я думаю, что вам 100% приходит на ум одноименная песня группы Backstreet Boys. И это неспроста, друзья, конечно же, эта песня здесь в основе и лежит. Но при чем тут сериал про детективов и песня «I want it that way»? Мы с вами сейчас разберемся. Поехали. Давайте я вам покажу кусочек с сюжетом, с репликами. А до вишенки на торте мы дойдем с вами вместе. Не хочу раньше времени проспалелить вам самое интересное. Погнали. Вот на этом моменте мы с вами и закончим. Всего лишь 15 секунд нам нужно с вами разобрать. Итак, друзья, первая реплика. Начинаем. Первый вопрос детектива Джейка. Это хорошо слышно. А далее? Узнаете ли вы кого-нибудь из этих мужчин? Ну, мы, в принципе, догадываемся, что это у нас «interrogation», да, то есть это у нас сцена допроса. Нет, друзья, это не сцена допроса. По-английски процедура, которую вы видите сейчас на экране, называется «a police lineup», если мы говорим про американский английский. А британцы, как обычно, отличились, и у них это звучит более возвышенно, что ли. Простите меня за мой британский. На русский язык это можно перевести как «опознание». И в очередной раз давайте скажем спасибо Оле, моему монтажеру, которая заметила эту деталь и попросила меня записать уточняющий комментарий. А вы, в свою очередь, друзья, поддержите это видео лайком и напишите в комментариях «спасибо, Оле». Продолжаем. Они у нас подозреваемые. От глагола «to suspect» подозревать кого-то осуществительно пишется абсолютно так же, только ударение меняется на первый слог. Так вот, он спрашивает, узнает ли она кого-нибудь из них. Что произошло, мы пока понятия не имеем. Чуть-чуть замедлим скорость. Давайте повторим. Темп очень быстрый, поэтому артикулируем очень собрано. Еще разок. Что мы с вами здесь интересного можем заметить с точки зрения фонетики? На самом деле не так много. Я бы обратил внимание, конечно же, на слово «мужчины» во множественном числе. Во множественном числе нас здесь приветствует коротенький звук «э». Достаточно плоский. В нейтральной позиции он находится. Такой же, как в слове «кровать» «bed». Или такой же, как, например, в русском слове «mer». Почему важно соблюсти этот звук? Потому что один мужчина, мы помним, что у нас там дифтонг в американском варианте получается. То есть минимальная пара. Один мужчина. Много мужчин. Опять же, стараюсь все делать в одинаковой длительности. Но здесь все намного проще. Do you recognize any of these men? These men. Вот эта вот часть. These. Широким «и» на конце «з». These men. И говоря про слово «мен», у меня есть даже отдельный ролик на канале, где я рассказываю и про разницу между «мен» и «мен». А также мы говорим о производных словах, типа «полисмен», «спортсмен». И если вы не знаете, например, ответ на этот вопрос, есть ли разница между одним спортсменом и многими спортсменами с точки зрения произношения, то вам точно стоит посмотреть это видео, где я подробно как раз покрываю такие детали. Подсказка будет где-то наверху, не пропустите. Итак, еще разочек. Теперь убираем субтитры. Возвращаем оригинальную скорость. Еще раз. Говорит она о том, что где-то пряталась, да? Посмотрим, что это такое. То есть она где-то пряталась, и из-за этого она не могла увидеть лицо человека. То ли нападавшего, то ли того, кто, в общем-то, подозревается в чем-то, мы пока не знаем в чем. Давайте посмотрим, где она там пряталась. Еще раз. Слушаем ее. I was hiding in the bathroom stall. Bathroom stall. Что же это такое? Если мы посмотрим с вами отдельно на слово stall, обратим, во-первых, внимание, как оно произносится, да? Через звук aww. Aww. Задний гласный. Поприветствуем нашего зубастика. Да? Мы просто уводим с вами, открываем немножко челюсть. А, а. И уводим язык назад. Stall. Stall. Окей? Так вот, первое значение, которое нам выдает кембриджский словарь, это прилавок. И полное словосочетание может быть market stall, то есть рыночный прилавок. Опускаемся ниже и доходим вот до такого значения, что является конюшней. Но у нас-то что это такое? Bathroom stall. Это вообще отдельное словосочетание. Вот так вот оно выглядит. Вот эти вот кабинки по отдельности в общественных местах, да, в туалете называется bathroom stall. Потому что bathroom в American English это то же самое, что restroom или то же самое, что toilet или loo в Великобритании. И, например, Лонгман имеет даже вот отдельное значение для этого. Bathroom, toilet, shower, stall. A small enclosed private area for washing or using the toilet. Так что мы можем представить эту картину, что вот эта женщина сидела вот в подобной кабинке, пряталась там. И говорит она о том, что сидя там она не видела лица нападавшего. I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face. Фонетически. I was hiding in the bathroom stall. Здесь ничего интересного. А вот вторая часть после so. Hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face. His face. Слышите, что H здесь практически пропало. So I didn't see his face. His face. Нет этого отчетливого выдоха. So I didn't see his face. So I didn't see his face. So I didn't see his face. Попробуйте так же. I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face. Угу. But. Дальше она продолжает. Еще раз слушаем. I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face. But. But. Дальше. I heard him. Вот здесь вот она уже четко выдыхает, и все хорошо слышно. I heard him. I heard him. Я его слышала. Я его не видела, но я его слышала. But I heard him. И очень важно здесь сделать это озвончение. Давайте на эту фразу посмотрим. I heard him. Потому что если вы скажете I heard him, это уже фраза с другим значением, да? Heard, hurt. Heard, hurt. Поэтому будьте осторожны вот с этим озвончением, оглушением. I heard. I heard. I heard him. I heard him. I heard him. Но это мы с вами четко выговариваем him. Но him, в принципе, он здесь у нас в слабой позиции. Поэтому вполне себе мы можем H также выкинуть, и будет тогда I heard him. I heard him. И тогда контраст между фразами я услышал и я сделал больно будет как раз происходить через вот эту связку. I heard him. Через звонкий. I heard him. I heard him. Them. Tim. I heard him. Еще как вариант, поскольку hurt заканчивается на т, то вполне себе это можно сделать через glottal stop, немножко приостановить, сделать stop t. Получится I heard him. I heard him. А вот с heard такого быть не может. Звонки d никогда с помощью остановки воздуха на уровне голосовых связок не реализуются. Поэтому обращайте внимание здесь на оглушение, и здесь, как вы видите, очень сильно помогают знания фонетики. Но у нас здесь все намного проще, потому что она прям выговаривает очень четко. I heard him. I heard him. I heard him. He was singing along to the music at the bar. Еще раз. He was singing along to the music at the bar. Что он делал? He was singing along to the music at the bar. Он подпевал под песню, которая играла в баре. He was singing along to the music at the bar. Подпевать. To sing along. И здесь мы видим управление через glottal to. Поэтому так мы и запоминаем. Подпевать. Sing along to something. И, кстати, этот же предлог, например, используется, если вы танцуете под музыку. То есть, если бы он танцевал под музыкой в баре, то это бы звучало вот так. He was dancing to the music at the bar. Кстати, along тоже можно было бы оставить, на самом деле. Вот эти два предлога, они как раз показывают, подо что. Танцевать, петь, теоретически, что еще можно делать, даже не знаю. Я думаю, принцип вы поняли. Главное, запомните, что здесь предлог till. Еще разок. He was singing along to the music at the bar. He was singing along to the music at the bar. He was singing along to the music at the bar. To the music at the bar. Попробуем в ее темпе еще раз это сделать. He was singing along to the music at the bar. He was singing along to the music at the bar. Music at the bar. Да, у нее. He was singing along to the music at the bar. Нет, у нее music. Кстати говоря, нету там music. Music. He was singing along to the music at the bar. Окей. Do you remember what he was singing? Do you remember what he was singing? Do you remember what he was singing? Что же он пел? Do you remember what he was singing? Угу. Давайте с субтитрами то же самое. Do you remember what he was singing? Do you remember what he was singing? Что мы слышим у детектива? Do you remember what he was singing? Опять мы слышим he очень в слабой позиции. Нет практически этого выдоха. Именно поэтому здесь what he через флап идет связка. потому что мы как будто h вообще выкинули. И тогда t оказывается в идеальной позиции для флапа. So do you remember what he was singing? What he was singing? What he was singing? Do you remember what he was singing? Do you remember what he was singing? Попробуйте вот в этом темпе попасть. Do you remember what he was singing? What he was singing? Если не соблюдать вот это правило с флапом, не понять, что здесь h drop, то вы просто не попадете в эту скорость. Это очень сложно. Do you remember what he was singing? Потому что лишние выдохи, они очень сильно тормозят. А наша задача во время речи максимально облегчить себе жизнь. Do you remember what he was singing? Do you remember what he was singing? Работаем дальше. I think it was that song I want it that way. I think it was that song I want it that way. I think it was that song I want it that way. Я думаю, что была та самая песня. That song, она подчеркивает. I think it was that song I want it that way. I want it that way произносит ее название. И Джейк это комментирует. Backstreet Boys, I'm familiar. Backstreet Boys, I'm familiar. Backstreet Boys, название группы, соответственно. Boys Band из Орланды, если я не ошибаюсь. Но это точно американская группа. Конец 90-х. Вот эта песня I want it that way в 99-м году появилась и стала хитом, естественно, и до сих пор. Ее все знают, мне кажется. Backstreet Boys, I'm familiar. Backstreet Boys, I'm familiar. Backstreet Boys, I'm familiar. Да, мне известно. Знаю. I'm familiar. Итак, еще раз. Окей, давайте всю эту часть еще раз пересмотрим. So, do you recognize any of these men? I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song I want it that way. Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Хорошо. То же самое без субтитров, друзья, чтобы убедиться, что вам все слышно и все понятно. So, do you recognize any of these men? I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song I want it that way. Backstreet Boys, I'm familiar. Друзья, важное объявление. Я думаю, вы заметили, что YouTube в последнее время работает не самым стабильным образом. И поэтому сейчас самое время, важно как никогда, подписаться на мой телеграм-канал, который называется Владей Английским. Вы его можете найти по ссылке в закрепленном комментарии, а также просто в телеграме по поиску Владей Английским. Это крайне важно сделать, потому что все самые главные новости, анонсы, а также планы по будущему этого проекта будут публиковаться в первую очередь именно там. Поэтому подписывайтесь, всех буду ждать. Спасибо. Продолжаем. Хорошо, смотрим продолжение. Okay. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? И вот начинается самая интересная часть. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Number one, обращается он к первому подозреваемому. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Какой вежливый Джейк? Could you please, could you please sing the opening? Не мог бы ты спеть начало? Could you please sing the opening to I Want It That Way? To I Want It That Way? К вот этой песне, которая называется I Want It That Way? И чувак такой... Really? Чего? Серьезно? Really? Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Вот в этой позиции стоит обратить внимание, что у него нет никакого could you. Такое может быть и довольно часто. Я специально проверил на юглиш. Но тем не менее, если вот прям артикулировать и следить за этим, то вот, например, у Джейка слышим... Number one, could you please... Could you please, could you... То есть четкий д. И такое же встречается очень часто и у других носителей на юглиш. Буквально так вот, они вперемешку идут. Кто-то менее артикулированно это делает, could you... Could you... Потому что мы знаем, как why умеет влиять на впереди стоящий согласный. Но также очень много вариантов, когда люди выговорят could you, could you, could you please... Sing the opening to I Want It That Way? Sing the opening to I Want It That Way? И как-то вот про название песни, да, хочется поговорить. I want it that way. Я хочу именно так. Именно таким образом. С точки зрения фонетики. I want it, want it. Мы выбрасываем здесь T, потому что неудобно говорить. I want it, T, I want it. And T-flap во всей красе, много раз мы его и в Титаники, и в Смитах, везде-везде. Смотрели, если не видели разборы. Разбор Титаника мы с вами продолжаем, смотрим. То на этом канале вы можете найти плейлисты и скорее смотрите, потому что там кладезь полезной информации. Кроме того, если вы еще и на Boosty подпишетесь, то там еще будет больше полезной информации. Именно образовательной, а не развлекательной. Хотя сейчас у нас вроде бы и развлекательной, но все равно я стараюсь делать образовательной. Не выгнать из меня препода, как ни крути. Так вот, вернулись. I want it. Здесь у нас еще пауза. I want it. That way. That тоже остановка в виде stop T. И потом обычный way. То есть видите, нигде здесь T не выдыхается. I want it that way. I want it that way. Можете оттренировать. Потому что прежде чем мы начнем петь, нужно как минимум вот эту главную фразу, заглавную фразу этой песни проговорить так, как она должна звучать. А потом в принципе... I want it that way. Ничего не поменялось. Фонетически так же все осталось. Так. Начал я петь раньше, чем нужно. Number one. Could you please sing the opening to I want it that way? Really? Opening. Вступление. Открывающая часть. Вообще, кстати, интересно, что здесь предлог to. Потому что если вы заглянете в словарь, то вы увидите the beginning of something, the opening of the novel. Что логично. Начало чего? Вступительная часть чего? И то же самое, к примеру, показывает Longman. The beginning of the first part of something. Opening of. Но я полазил на юглише. Специально посмотрел этот вопрос. Действительно попадаются контексты, где используется opening to. Как у нас прямо здесь. И это, знаете, друзья, это как сказать начало чего-то и вступление к чему-то. То есть по-русски мы тоже можем использовать разные предлоги. Просто интересно, что словарь, например, он дает только однозначно предлог of. А здесь и в юглише мы видим достаточно много контекстов, где используется предлог to. Но нам, в принципе, не впервой видеть, что словарь не всегда может быть точен, не все нюансы учитывает. И, в общем-то, это абсолютно нормально. Нас уж с вами точно не удивить. Так, ну что, заводи-запивай, как говорится. Окей. You are my fire. Ну, он, в принципе, неплох. Да, давайте будем по строчкам разбирать. You are my fire. Ты мой огонь. You are my fire. Ты мой огонь. Видите, она покачала головой. She shook her head. Она покачала головой вот так вот в стороны. Это shake your head. She shook her head. Значит, это не он. Она его не узнала по голосу. Что будет дальше? Number two, keep it going. Number two, keep it going. Еще раз. Number two, keep it going. Number two, keep it going. Продолжай. Keep it going. Видите, как тоже it здесь спрятался? Number two, keep it going. Keep it going. It. It. Остановились. Остановка. It. И перекрыли воздух на уровне голосовых связок. It. It. Keep it going. Keep it going. Keep it going. Number two, keep it going. Продолжаем. Number two, keep it going. The one desire. Ну, этот менее точно попал по нотам. Еще раз. Number two, keep it going. The one desire. The one desire. Одна и та же мелодия на у нас получается. You are my fire. The one desire. Ты мой огонь. То самое, the one, то единственное желание, desire. Очень страстное желание. Я думаю, что вы эту песню знаете. Даже, может быть, наизусть. Поэтому можно даже объяснять, ничего не нужно. Продолжаем. Number three. Number three. Number three, believe. Ну, здесь просто по одной ноте прекрасно понятно, что человек поющий. Believe. Это вибрато. Number three, believe when I say. Правда, вот так нехотя распевается. Не понимает, что вообще происходит. Сейчас расслушаем. Number three. Believe when I say. Believe when I say. Поверь, когда я тебе скажу. Say. Number four. Number four. I want it that way. Кстати, очень тяжело, чтобы вы знали, если вот ты умеешь петь, умеешь интонировать, притвориться, что ты не умеешь петь. У меня прям это очень плохо получается. Я специально перед записью этого ролика попытался как-то приблизиться к этим ребятам, которые не очень попадают в ноты. Но это действительно тяжело. I want it that way. I want it that way. Ну, все равно, это такое. Не похоже. I want it that way. Здесь даже ничего объяснять не нужно. Далее. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Так, здесь уже какая-то творческая группа. Бэнд образовался. Boys Band. Backstreet Boys 2.0. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Ага, пошел припев этой песни, они пропустили продолжение первого куплета и сразу же пошли припев. Number four. I want it that way. Tell me why. Tell me why. Скажи мне почему. Ain't nothing but a heartache. И еще просто лица такие, не понимающие, друг на друга смотрят. И говорят, что происходит? Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Давайте эту строчку разберем отдельно. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Да, здесь у нас вот эта вот структура. Скажи мне почему нет ничего, кроме боли в сердце дословно. Heartache. Ache это боль, как, допустим, headache, или stomachache, или toothache, не дай бог. А здесь боль в сердце, только это метафорически выражаясь, да, грусть, печаль, тоска в душе. Почему ощущение так, что нет ничего, кроме тоски? Тоски. Tell me why ain't nothing but a heartache. Давайте посмотрим на слово heartache. Вот оно у нас. Литературное слово. Feelings of great sadness. If cause me nothing but heartache. Чувствуете, да, структура та же самая. Nothing but. И в песне у нас. Nothing but. Только перед этим стоит странное слово ain't. Это очень, очень неформальное, я бы даже сказал, неграмотное слово. Дело в том, что если вы не знаете, это слово вмещает в себя аж всю основную грамматику. Все глаголы to be. Is not, am not, are not. И также еще have not и has not. Вот так вот. Можно не учить грамматику использовать это слово, вот только имейте в виду, что это звучит не совсем грамотно, хотя это довольно распространенная вещь. И несмотря на то, что оно уже отрицание, все равно с ним используются такие слова, как nothing, nowhere, nobody и так далее. Это просто нужно запомнить. Например, у меня нет денег. Может звучать как I have got no money. Или I haven't got any money. Или I ain't got no money. Получается, используем ain't, у нас по факту двойное отрицание в предложении. Ну, вот такая грамматика конкретно с этим словом. Неграмотная грамматика для не совсем грамотного слова. Ну, вы понимаете. Если вы посмотрите более внимательно на nothing but, то вы поймете, что but здесь имеет значение кроме. То есть почему нет ничего, кроме глубокой печали. И нам это значение, я его разбирал во всех подробностях, попадалось в 21-й части Mr. and Mrs. Smith. По тайм-коду можете легко найти тот момент, перемотать, пересмотреть, лишним точно не будет. Нужно просто запомнить, что вот в таких выражениях, как nothing but, no one but, nowhere but, и, соответственно, с теми же вариантами any, anything but, anywhere but, очень часто используется but именно вот в таком значении. Берите это на вооружение. Итак, еще раз. Давай, Джейк, запивай. Tell me why Ain't nothing but a heartache Tell me why Ain't nothing but a mistake Прям старается, смотрите. Ain't nothing but a heartache Tell me why Ain't nothing but a mistake То же самое, только теперь вместо heartache Mistake Скажи мне, почему Нет ничего, кроме ошибки Или более литературно, да, можно перевести Почему все это ошибка Далее Now number five Now number five Сейчас пятый засолирует, слушаем Now number five I never wanna hear you say Ну он прям постарался, я вам скажу Даже мелизмники здесь проскочили I never I never Да, немножко он здесь экстрим техники добавил, чуть-чуть Now number five I never wanna hear you say I never wanna hear you say Он прям вложился, мне прям это нравится, так? I wanna hear you say I want it that way Ну и вместе они закончили Давайте еще раз, что он там спел-то? I never wanna hear you say Я никогда не хочу слышать, как ты говоришь I never wanna hear you say Hear you say Complex object То есть здесь скорее не хочу никогда услышать, как ты скажешь Hear you say Say как разово Потому что с hear, see Вот с этими глаголами Когда мы переносим их действия на какой-то объект То после этого мы действия В данном случае say Можем поставить вот в такой форме Bare infinitive То есть infinitive без to Либо можем поставить в форме ing Одно будет просто означать разовое действие Законченное действие Другое будет означать длительность Аля что-то типа Я слышал, как ты говорил И я слышал, как ты сказал I heard you say I heard you saying Окей Так что не хотел бы услышать, чтобы она сказала I hear you say I want it that way Что хочешь, чтобы все было именно так Давайте весь этот момент еще раз Насладимся их вокалом You are my fire Number two, keep it going The one desire Number three Believe when I say Number four I want it that way Tell me why Ain't nothing but a heartache Tell me why Ain't nothing but a mistake Now number five I never wanna hear you say I want it that way О, челс, literal челс У меня тоже Челс, literal челс Типа мурашки, кайф Но вообще слово челс Далеко не всегда означает что-то хорошее Скорее наоборот Потому что челс Это мурашки от холода Либо от того, когда нам страшно A sudden unpleasant feeling Especially a fear И есть даже такое выражение To send chills down someone's spine Словарь еще пишет up Но я всегда сам употреблял Услышал down Send chills down someone's spine His words send a chill down her spine Здесь, кстати, a chill Холодок получается, да? Не мурашки, а холодок To make someone feel very frightened То есть кого-то напугать Мурашки от страха Есть слово получше, которое как раз часто используется в значении Именно мурашки даже от удовольствия Это слово goosebumps То есть гусиная кожа Гусиные бугорки И вот здесь, например, в значении вы видите, что помимо fear и cold Есть еще excitement добавляется Но у нас все-таки нет сомнений, что здесь chills используется в значении кайфово То есть понимаем, что, опять же, неважно, что нам говорит словарь Он может быть не до конца точным Мы четко считываем контекст И по контексту понятно, что Джейк кайфанул от этого выступления Да, типа мурашки, класс Chills, literal chills Реально мурашки И концовочка Chills, literal chills It was number five Number five killed my brother It was number five Это был номер пять Тот самый, который прям вложился в свое выступление Now number five I never wanna hear you say Hear you say Класс Вот, так вот оказалось It was number five It was number five Number five killed my brother Number five killed my brother Это он убил моего брата Вот, оказывается, здесь вообще убийство Здесь серьезная тема, а мы тут шутки шутим Chills, literal chills It was number five Number five killed my brother Окей, и Джейк комментирует это Oh my god, I forgot about that part Он вообще забыл о том, что вообще-то здесь следствие ведется Хорошо А вот она говорит, что он убил ее брата It was number five Number five killed my brother It was number five И на самом деле вот эти два предложения Мы можем соединить в одно И те, кто смотрели разборы Кабога Где я рассказывал про такого рода предложения It was И в смитах нам тоже это попадалось То есть эта тема для нас не новенькая Это когда мы используем вот эту структуру It was или it is В зависимости от времени Чтобы сделать акцент Что убил именно номер пять Не номер четыре, номер три А это был именно пятый Человек с номером пять Именно он убил моего брата Вот что она говорит Вот этот акцент И именно эта структура Она позволяет нам сделать это так It was number five That killed my brother Или who killed my brother Подробности этого всего Объяснения Есть вышеупомянутых видео Обязательно переходите Смотрите таймкоды для вас Делаю, чтобы вы легко Имели доступ к той информации Которой, как ни крути Я часто возвращаюсь И дабы не тратить ваше времени Рассказывать одно и то же каждый раз Я вам даю ссылочки на Те видео, в которых Та или иная информация содержится Number five Killed my brother Oh my god I forgot about that part Oh my god Oh my god Oh my god I forgot about that part I forgot about that part Я вообще забыл Про это I forgot about that part Слушаем еще раз Давайте вот эту последнюю фразу Замедлим немножко Oh my god I forgot about that part Oh my god Oh my god I forgot about that part У нас здесь God Forgot Вот эти вот два слова Они будут вот эту ритмику В предложение вносить Oh my god I forgot about that part И part Что мы еще здесь слышим? Oh my god I forgot about that part I forgot about that part Forgot about Forgot about Соединяется через флап Опять же удобная позиция Между двух гласных Первый слог ударный Второй безударный В слове part Мы не слышим выдоха Oh my god I forgot about that part Part А нет Небольшой Да там part Есть Oh my god I forgot about that part Но вообще может быть И просто part Part То есть делаем Р Part Part И вот остаемся здесь языком Выдоха не происходит Это абсолютно нормально Одна из позиций Которая отдельно разбирается В рамках знакомства С флап Т Окей Давайте попробуем За ним в оригинальном темпе Все это повторить Если вы работаете вместе со мной А я надеюсь вы это делаете То вы можете дополнительно Еще самостоятельно Сначала медленно Прочувствовать Каждое движение Каждый флап На который я указал Здесь нужно сделать А затем вы уже слушаете оригинал Вы уже повторяете Стараясь максимально попасть в темп А скорее всего в темп вы попадете Если вот эти все нюансы Про которые я рассказываю Будете соблюдать Вот так вот, друзья Сценка у нас всего на минутку Мы с вами ее закончили Давайте посмотрим все От начала до конца Сначала с субтитрами Потом без И на этом будем заканчивать Субтитрами Субтитры сделал DimaTorzok Классно Реально, сколько пересматриваю Мне не перестает нравиться, обожаю Классный юмор, классная сцена Прям захотелось целиком ее посмотреть И вообще больше этот сериал посмотреть Все то же самое, без субтитров И будем заканчивать, друзья Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok